Добрый день, дамы и господа! Приветствуем вас на матче 15-го тура, 3-й матча сегодняшнего дня, 15-го тура чемпионата Гранд Лиги между командами Космос Синьорс и Марду Юнайтед. Космос Синьоры играют у нас в голубых майках своих привычных, Марду играет сегодня в белом. С вами Никита Ласма, буду комментировать для вас эту игру. Игровой день сегодня складывается достаточно интересно, посмотрим и очень надеемся, что этот матч нас не разочарует. Представлю вам составы команд, начнем с номинальных гостей, с команды Марду Юнайтед, на воротах номер 1 в красной майке и также капитан команды Николай Кострома. Номер 14 Андрей Назаров, номер 22 Антон Волков, номер 32 Евгений Афонин, номер 37 Александр Середняк. Это был основной состав команды, в запасе у них также имеются номер 8 Роман Крылов, номер 10 Константин Лунев, номер 11 Денис Павлов и номер 55 Дмитрий Машара, который вы позвали из дубля БСФ Юнайтед. Космос сегодня представлен, сегодняшний состав, на воротах привычные лица номер 31 Михаил Лысенков, номер 22 Вячеслав Кулаков, номер 30 Борис Шипунов, номер 47 Виталий Ивахненко. И номер 77 Вадим Делина, на основной состав, в запасе номер 15 капитан команды Дмитрий Житков, номер 10 Олег Прокофьев, номер 12 Денис Метус, номер 14 Андрей Титов, номер 17 Максим Житков и номер 21 Сергей Клюев. Судейская бригада сегодня представлена Яганером Якобсоном и Андерсом Яхимой. В качестве охрана мистериста выступает Гуннар Нума. Ну что, с парой атак уже успели меняться команды. Что последовал, ну такой, удар, просто удар, скажем, со стороны Морнета, но Михаил Лысенков контролирует ситуацию и вполне спокойно отреагировал на нее. Вспомним турнирную таблицу с учетом побед, с учетом результатов первых двух матчей. В первом матче Кингз Альтера обыграли Штронг с счетом 5-2, во втором в упорном поединке Копли Сити выиграл у ТФШ. Причем там за 30 секунд до конца матча ТЭК, проигрывая по ходу встречи 3-2, сумел сравнять до 3-3 и за 4 секунды до конца пропустил гол и проиграл 4-3 таким образом. И вот уже первый фолл. Вадим Долинин сфалил на Александра середня кем. Ему можно последовать достаточно опасный удар. Вадим Долинин улыбается. Ну, не хотел он фалить, но так получилось. И около мяча Евгения Афония, скорее всего, последует удар. Вадим Долинин будет встречать его. И, ну, просто мимо. Просто мимо. Так вот, с учетом результатов первых двух матчей, Кингз Альтера поднимается на 3-ю строчку. Сравнивается с WhiteLiners, но надо помнить, что WhiteLiners игра в запасе. Космос пока остается недосягаем. 6 очков разницами со вторым местом. После победы Копли Сити выше не поднялась, но сократил расставание до Марду до 3-х очков. То есть сейчас у Копли 19, у Марду 22. В случае неудачного исхода для Марду на опасном расстоянии окажется Копли Сити. А это как раз-таки является 6-й строчкой. 6-й строчек, которые позволят в следующем сезоне сразу стартовать в высшей лиге без фрекционного турнира. Так что Марду нужно из кожи вон лезть, стараться сегодня как минимум зацепиться за 1 очко. Уже будет немножко поспокойнее. Но уже разно, конечно, для них выиграть. Космосу. Космос разве что упручивает свою уже имеющуюся привычку, что 6 очков имеется. Правда, если Космос сегодня проиграет, то и в случае, если Уайт Лайнерс обыграет Сантарион, то расставание сократится до 3-х очков, что может быть достаточно опасно для Космоса. С учетом того, что до конца сезона осталось, считая сегодняшней игры, еще 4. То есть весенничный сезон, соответственно, 3. Так Мету с Максимом Житковым разыгрывают, пока думают, ищут лазеечку, чтобы выйти. Грет его не очень удачный пас от Андрея Титова и будет аут в пользу Марду Юнайтеда. Вот мы видим Дмитрию Мушара, как раз таки позу, которого позвали из БСФ Юнайтеда помочь. Роман Крылова с мячом. Надо отметить, что у Марду Юнайтеда произошла потеря, в предыдущем матче Павел Габриэлян получил травму и сегодня не может ей помочь своей команде, хотя обычно является одним из ключевых игроков своей команды. Будем надеяться, что, может быть, до конца сезона еще сыграет и сумеет помочь своей команде. Покорить высоту, хотя бы какую-нибудь. Так, Вадим на линии с мячом. И никто пока не мог сумею предложить его о себе. Пас в разрез большом футболе бы прошло бы, скорее всего. Особенно, если бы какой-нибудь быстроногий товарищ был бы с права фланга, а не Виталий Ивахненко. Но они в футзале. В футзале такое не работает. Лунев. Крылов. Мушара. Крылов пытался закинуть на этого и фол фикс. И второй фол команды Космос Синьерс по истечению пяти минут. Сера Сарман Крылов получил. Судя по всему, по ногам давайте посмотрим. Честно, не заметил там фол со стороны Виталия Ивахненко. Но, судя по всему, был. Так, Лунев. Разыгрывает с Крыловым. Быстро пас на Мошару. И Мошара теряет мяч. Виталий. Вадим Долинин перехватывает этот мяч и стремляется против него Лунев. Дальше на лифрак как Золкова. Но Мошара успевает вернуться и помочь своим защитникам. Сам накосячил, сам помог. Это молодец. Так, Кулаков. Разыгрывает, добивает Олег Прокофьев. Но Кострома справляет с ударом. Вторым темпом идет еще один пас от Вадима Долинина. И пенальти! Пенальти назначает Ягнер Якобсен. На Олеге Прокофьеве свалил Николай Кострома. Давайте посмотрим повтор. Было ли там что-либо. И сложно сказать с этого ракурса. Из-за спин защитников сложно понять, первым делом Кострома сыграл в мяч или все-таки в игрока. Но поверим в решение Ягнера Якобсена. И будем смотреть пенальти. 6-метровое пенальти ворота Мардо Юнайтед. На седьмой минуте встречи пробивать будет, судя по всему, Борис Шипанов. Или Вячеслав Кул... Нет, скорее всего, Борис Шипанов будет пробивать. К нему, я думаю, последует какой-нибудь легенький ударчик. Не на силу. Ай, да. И спокойно реализует Борис Шипанов этот пенальти. И еще становится 1-0 в пользу Космос Синерс. Да, в принципе, без вариантов я Кострома пробил, наверное. Нужно было Костроме просто наугад пойти в ту сторону, чтобы тратить этот пенальти. Ну, теперь главное, Мардо не расслабиться. И показать все, что они могут. Ау будет разыгрывать Вадим Долинин. Максим Житков. Хороший пас на Вячеславу Кулакова. Можно пробить удар. И Кострома справляется с его ударом. Аут близ в ворот к Мардо Юнайтед. Вадим Долинин идет дальше и... Фол фиксирует Андерс Яхима. Получится, что тоже второй фол будет Мардо Юнайтед. Это я там не заметил фол, если честно. А, вот, да, извиняюсь, фол был, да. Вячеслав Кулаков. А, нет, извиняюсь. Нет, там Кулакова как раз таки толкнули. Хотя мне казалось, что сначала Кулаков нарушила правила. Но Яхима виднее. Итак, Житков бьет и в стеночку. Угловой будет. Житков решил сыграть с Михаилом Синьковым. Это немножко заскучал в последнее время Михаил. Немножко надо разогреться. Так, очень удачный пас в исполнении Долинина. Быстрый разыгрыш от Мардо Юнайтед. Это, к сожалению, не точно. Житков будет разыгрывать аут. Играет с Клюевым. Другой у Житков, который Дмитрий. Не прошел пас на Клюева. Перехватывает в центре серединяк мяч. Идет вперед. Сам решил пойти. Обыгрывает Максима Житкова. Пробить. Это следовало, наверное, дать пас на право на Антона Волкова. Поэтому всего лишь аут. Назаров. Волков. Еще один удар последовал. Блок. Еще один удар от Антона Волкова. На сей раз просто мимо. Назаров. 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 Просмячем. Волков. Назаров. Есть вариант в центре серединяка. И серединяк решил сам пойти. И не было там нарушения. Средиага говорит по-другому. Третий фол. Третий фол. Исполнение Космоса Сеньоров. На 10-й менту встречи. И нужно быть аккуратней. Ну да, было-было. Максим Житков зацепил ногу. Центр серединяка. И третий фол. Посмотрим на этот штрафной. Где-то метров с 11 примерно будет пробиваться. Ну и стеночка, конечно, там тоже есть. Так. Середняк. Решил на точность пробить. Снизом. Рядом со штангой мяч прошел. Дмитрий Житков. Теперь Максим Житков. Пошел открываться. Хорошо было придумано. Но не получилось. Приходится Костроме нанесить мяч подальше. Потому что слишком уж высоко был. Ой, хорошо играет Антон Волков. Успеет ли выйти Михаил Зиньков? Успевает. Слишком уж серьезная игра. Не совсем я разобрался, что там сейчас произошло. Как мне показалось, как раз таки Михаил Зиньков зарушал правила, а не Евгений Афонин, как мне показалось. Не совсем я понял решение судьи данной ситуации. Но мы имеем все, что мы имеем. Мы имеем третий фолл со стороны Марда Юнайтед. Выясняли отношения. Не очень-то он был согласен с этими решениями. Но мы имеем, что имеем. Так, да, Ленин, возвращаемся к игре. Может быть, больше фолла мы сегодня в первом тайме не увидим. И есть фолл. Третий фолл. Четвертый фолл. Задержка соперника. Я не совсем угадал, кто задерживал, но задержали Вячеслава Кулакова. Кстати, Лунин, судя по всему, нарушил правила. И будет 10-метровый свободный... Second penalty, так сказать. Что пробиваться он будет не с 10 метров. Пробиваться он будет примерно метров с 9 и чуть сторонку от центра. Что правила позволяют. Пробить с того места, где было нарушено правило. И бить будет, судя по всему, Вадим Долинин. И Кострома справляется с этим ударом. Не сумел Вадим Долинин обыграть его. Еще раз посмотрим повтор. Не слишком далеко вышел Кострома. На самом деле Кострома вышел слишком уж вперед. Еще одним Вадимом Долинин справляется ударом Николай Кострома. И Лунев устремляется вперед, но очень неточный пас. Очень неточный пас. Кулаков, Шипунов. Галь с Долининым. Олег Прокофьев. И можно стрелять назад с Шипуновым. Так он и делает. Еще у него есть варианты. О, хороший пас в исполнении при Шипунова. Сможет ли отцепиться Кулаков от защитника? Не получается ли он отцепиться от Крылова. Приходится сходить снова назад. На Долинин. И снова на последнего, на Шипунова. Еще один запас в исполнении Шипунова. Достанет ли Вадим Долинин. Достает мяч. Сохраняет его в игре. А дальше уже не соплоти и не сумел. Лунев. Павлов. Крылов. Лунев. Дальше пас не прошел. У него Кулаков перехватывает этот мяч. Плотная борьба. На кромке хорошей играет пяточкой. Она прямо на Вадимой Долинин. И теперь против Павлова приходится им играть. Очень, очень, очень. Глуповатенько так. Очень высоко и очень агрессивненько встречает Мартас и Космос Синьоров. В принципе, если позволить Космос Синьорам играть в свою игру, то ничего хорошего из этого для соперника не выйдет. Космос тем и известен, что умеет построить всю игру на контроле. И если позволить им это сделать, они будут, в принципе, неостанавливаемы. Так, кровь вижу у Вячеслава Кулакова. Вынуждена замена. С кровью на поле находиться нельзя. Приходится. Вот медик подходит к Вячеславу. Будем быстренько латать его. Заброс на Машару. И пробивает Дмитрий Машару. Забивает красивейший гол. И очень неожиданно давайте посмотрим повтор. Прям красота какая. Давайте еще. Кто там сделал запрос Крылов что ли это был? Не, не Крылов, это был Денис Павлов. И никто не ожидал. Я думаю, даже Дмитрий не ожидал, что у него получится произвести такой удар. Но это очень хороший гол. Можно сказать, украшение такое. Очень хорошо оживляет, так сказать, такие голы. Что ж, один-один. Есть интересно. Четыре минуты до конца первого тайма. Дмитрий Житков перед воротами Костромы. Против него Антон Волков. И позволяет ему играть. Без нарушений старается. Не было там нарушения. Дмитрий очень картонненько упал. Волков. Афонин. Направо на Назарова. Снова Афонин. И кинюст варианты. Можно дать назад на Волкова или Назарова. Назарова. Теперь уже и Космос начинает высоко. Прессинговать и встречать Мардусов. Но все еще пока держится на своей половине. Афонин. Волков. Назаров. И сам решает пойти Назаров. Пробивает. Клюев блокирует его удар. Середняк подходит в мяч. И снова пытается Марду что-нибудь придумать. Афонин. Неточный пас. Хотел на Волкова, дал на Назарова. Назаров снова Афонин. И не поняли другого партнера по команде. Афонин дарит мяч Космосу. Лисенков играет с Метусом. И видим Шипунов уходит еще на поле. Максим Житков. Аккуратно, аккуратно нужно играть Марду. Подхватил мяч Назарова. И в принципе, да, ему ничего не оставалось. Ситуация, кроме попытаться пробить. Никто из партнеров поддержать его и не мог. Денис Метус. Вадим Долинин. Не прошел пас. Волков забирает мяч себе. Афонин. Направо на Андрея Назарова. Середняка играет с Назаровым. Сохраняет мяч Назаров. Сохраняет, но нет, теряет все-таки. Волков. И фол фиксирует Вадим Долинин. И очень сильно, видимо, очень грубо упал Антону Волкову по ноге. Сейчас посмотрим повтор. Посмотрим повтор. Что, что точно было. На ногу наступил Вадим Долинин Антону Волкову. Но, с одной стороны, это уже было после того, как... Судя по всему, это уже было после того, как... Мяч был выбит Антоном Волковым. Но, видимо, слишком-слишком уж грубо пошел. Что очень... Слишком грубо, наверное. Я думаю, из-за этого. Из-за грубости, естественно, по себе. Но я не думаю, это было ненамеренно. Но четвертый фол. Есть четвертый фол. И будет 10-миль-литровый удар. Пробивать его будет... К центру Середняк. Середняк раздвигается. Бьет им. Близко. Но мимо. Долинин. Аут в пользу Мярду. Середняк. Дальше на Назарова. Получится ли пробить? Представляет мяч Афонин. Гол! 2-1. Забивает... Заталкивает мяч в рот. И Евгений Афонин. Делает счет 2-1. Да, не получил. Не совсем-то разобрать защитники. Я думаю, все-таки мяч будет записан на Евгения Афонина и пас на Назарова. Что ж, 2-1 польза Мярду Юнайтед. Минуту до конца первого тайма. Шипунов. Ивахненко. Лунев. Не было там ничего. Вставай. Крылов разыгрывает. С Машарой встречает быстренько Виталий Вахненко. Дмитрия прессингует его. И как бы сейчас не привести самим себе Марду. И приходится через центр выносить Дмитрию Машарем. Потеря. Шипунов с мячом. Козмин здесь 30 секунд, чтобы уйти на перерыв в статусе КО. Крылов. Оставляет для Машары. Но Кулаков прочитал. Костромая забирает мяч. Выгидывает далеко подальше на Крылов. Но не достанет, скорее всего, Роман. Главное, без нарушения правил сейчас. Ильсенков играет с Кулаковым. Налево на Вадима Долинина. Кулаков. Долинин. Испеет ли что-либо пронести удар? Нет, не будет удара. Конец первого тайма. Еще там 2-1. Первый тайм выигрывает Марду Инати. Ну что ж, еще второй. Сделал небольшой перерыв и вернемся в игру. Долинин. Долинин. Кулаков. Продолжение следует... 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 Хорошо играет они с Шипуновым Но Мороз справляется вроде бы как Но мяч все еще у Космоса Тем не менее Выцараплял себе Прокофьев, Кулаков Есть замены в Ставе Космоса Братежи Тковы появились на поле Вместо Шипунова и Прокофьева И пас на комментаторскую позицию Афонин Волков Не спеша идет Морда вперед Лечит варианты Хорошо разыграли Взорочится Волков Но там Мограмотно в принципе Максим Житков встречал Волкова Даже если бы Волков сумел пробить Поворотом скорее всего угодил бы Максима Чебе тверд Космос отвечает Хороший пас Максима Удар Гоу Забивает Максим Житков Братья Разыграли Хороший в принципе гол Немножко неожиданный тоже получился Посмотрим повторчик Удар был пас на Максима Житкова И вот Вот так вот Да Вот как-то вот так вот Попал Попал прямо в дальнюю штангу Максим И от нее в ворота Назаров Афонин По центру не проходит Перехват от Космоса Мой дмитрий Житков Что с мячом Назаров С левой Назаров пробивать Не так хорошо Как с правой С правой Если бы было под правой Возможно было бы опасно С левой там Слабенько И не точненько И мимо в принципе Так не понял Один из метод Что хотел сделать Сергей Клюев Волков Афонин Черной и неточный пас В исполнении Марду Марду Нужно срочно включаться Это выпаление Немножко На последние пару минут Из игры То есть мячом Видим только Космос Эти редкие проблески Когда Марду Незавладевает Очень быстро Его вновь теряют Дмитрий Житков Назад на Шипунова И вот высокий прессинг Снова в исполнении Марду Но Шипунова справляется С Назаровым Долинин По центру не проходит Афонин Шипунов Да Линин Назад на Дмитрий Житков И мяч все еще Под контролем Космос В последние минуты Тринера точно Мяч больше чем На пару секунд Не переходил к Марду И Махненко Отворот Или аут Судя по всему Да Аут все таки будет Шипунов С Долинин Хороший заброс На Долинин На Шипунова Но Назаров Переволяет его На Тарям Хороший контрак Восполнение Марды И снова потеряет мяч Да снова теряет мяч Марду Теперь уже Кодратак У Космоса Может получиться Но нет Никто не пошел Из Космоса Никто там Быстренько Не хочет Видимо Шипунов Перевод На Ивахненко Доставит мяч Италии Шипунов Посперед на Ивахненко Еще раз Поставлял Под удар Вадим Долинин Но Назаров Заблокировал Его и будет Аут В пользу Космоса Близ ворот Марду Скидка на Прокофьева Удар у него В принципе нормально Был Но мимо Так Кострома На Павлова Павлов Маширой Хотел сыграть Маширой Может Маширой Маширой Уторопился Можно было Пробовать Подержать Этот мяч Да Ленин Максим Житков Данечко Стромей Не очень Удачно Будет Николай Мяч В игру Сел Максим Отдал Кострома Дал Максим Житков Мяч И мяч Все еще Космоса Скидка на Ленин Удар У него Блокирует Максим Житков Олег Покофьев Проигрывает Борьбу Дениса Павлов Но Далинин Выходит Победитель На самом деле И забивает Гол Вадим Далинин Выводит Космос Сенеро Вперед На 31-й Минуте Повышается Давайте Посмотрим Повторчик Кому Позволили Сначала Казалось Что вроде Прокофьев Проиграл Борьбу Павлову Но там Подключился Вадим Далинин И одни Ловким движением Оставил Неудел И Крылова И Павлова А вторым Ловким движением Оставил Неудел Кострому Так Лунев Удар Питов Блокирует Удар Пас Центр И И все Космос Стреляется Вперед Пас Стова На Метуса Не проходит И меньше 9 минут Умарду Чтобы сравнять Счет Лунев Крылов Мышара Хороший Пас На Крылова Если Прошел Крылов Подставил бы Ножку Можно было бы Говорить 3-3 Но пока 3-2 Крылова Играет С ближним Забрасывает И не стал Роман Крылова Как ты не Уверен Он пошел Дмитрий Житков Роман Крылов Хороший Пас на Мышару Есть Возможно Это Лунева Проходит Пас Блокирует Детитов Вроде Вроде Это Был Не прошел Пас Лунева А прошел Был бы Могло Бы Быть Опасно Крылов Павлов Афонин Выходит На поле И пошли Замену Марду Юнайтед Середняк Места у него Павляется На поле Еще двух Нужно Заменить им Середняк Крается Афонин Их сыграет В игре Дмитрий Житков Мяч Мога пытается Помочь ему Детитов Сам решил Пробить И сумет Детитов Не попадает В ворота Из убойнейшей Позиции Нет Было Касание У Марду Играет Назад Не поняли Другу Немножко Дмитрий И Александр Так Титов Будет Огрыз Аута Верхом Решил На Шипунова Он там Первый На мяче Мошара А он Головой Сыграть Не сумел Ивахненко Не понял Его Олег Прокофьев Павлов Извините Это Афонин Было Не Павлов Немножко Похоже Не по комплекции Может Афонин Может Немножко Покрупнее Будет В принципе Похоже Назаров Середняк Есть Вариант Нет Вариантов Пойти В центр Только Если И Пробить Отворот Лесенков Будет играть Вбрасывает На Ивахненко Против него Афонин Отцепляется Ивахненко От Афонина Сумел Браться Дальше Не так часто На самом деле Афонин Проигрывает Борьбу Очень цепкий Защитник Но Ивахненко Сумел От него Почти Отцепиться Без нарушений Забирает Середняк Мяч Середняк Пас Не проходит Но отскакивает Волков И не получается У Антона Пробить Точно С хорошей Позицией Путин Чуть-чуть Чуть-чуть Больше Времени Может И получилось Хороший вопрос На Долинина Но сохранит Ли мяч Долинин В игре Ну По крайней мере Сохранил Своя команда А тем временем Пятник Остается До конца Итак Кострома Забирает мяч Начинает Сам Контрак Своей команды Сам пошел Уже Помогает Назаров Кострома Кострома Пас на Середняка Середняк В центр Зачем И теперь Возможно Пробить У Прокофьева Но Афонин Постраховал Кострому Назаров Можно бить Мачин жутко Блокирует Удар И Афонин Идет вперед Главой На Антона Волкова Волков по краю Дальше На Середняка Середняк Не ожидал Не ожидал Далинин Пас опять-таки На комендаторскую позицию И останавливают Время До Вадим Далинин Жалуется На здоровье Что-то там Не так Не Вреди Живой Да Останавливают Игру Назаров Кулаков Кимженков Титов И перехватывает Андрей Назаров Отдает на Середняка Прострел Нет Тут был большой удар Но Справляется с ударом Михаил Лисенков Марда Нужно немножко уже начинать Поторапливаться Три с половиной минуты Что-ли что-то у них Чтобы Вернуться в игру Крылов Почувствовал У него пас А вот у Середняка Не получился удар Мне показалось Я только что Денис упал На скамейку Кто-то принес Апельсинчики Забавная ситуация Ой Не менее забавно Что там происходит Там Крылов Боролся С Вадимом Далининым И Нарушение права Он не дали А вот Желтую карточку Кто-то получил Афонин получает Желтую карточку Видимо За Разговорчики Меньше трех минут Тем временем Шипанов Крылов Дмитрий Житков Не проходит Его пас на дальние Она будет Аут Крылов играет с Костромой На левый На Лунева Во-тре больше нельзя Все еще есть Крылов Павлов Не Кострома Пошел Пятым На футболном поле И Судя по всему Там по-моему Тайм-аут Хотят взять Морду Юнайтед Да так и есть Тайм-аут Берет Морду Юнайтед Можно Минуточку Отдохнуть Попить водички Попить водички Так окончен Тайм-аут Две минуты остается Продержаться космос Две минуты остается У Морду Что быстро на счет Видимо Пытались как-то договориться Как они будут Играют сейчас Пятым полевым И Кострома Исполняет Этого пятого Полевого И Роман Крылов Теряет мяч Приходится быстро Николай возвращаться На ворота И включать высокий прессед Надо уже У Морду Юнайтед Терять уже Больше нечего Аут В пользу Морду Быстро за этим получилось Разыгрывают Костя Лунев играет Напосад на Крылова И Теряет Блокирует Блокирует Было нарушение Как по мнению Молчат в суде Играют дальше Середняк Разворачивается Будет ли прострел Нет Теряет мяч А вот там уже был фол Вот это уже был фол Первый фол Морду в этой игре И что-то там Да Вадим Долинин Получает желтую карточку За несогласие За решением Договорился Подсказываюсь Трибун Договорился Минута остается Чистая минута игры Нужно очень Морду Торопиться Назаров Возможно мы увидим Развязка Как в предыдущем матче Там тоже было Даем минуту до конца Еще 3-2 В пользу Копли А еще Матч закончился 4-3 За 30 секунд До конца И за 4 секунды До конца Были забиты Голы Там еще Кострома пытался Пробить Блокирует Защитник Разыгрывает Марду Бьет Хороший удар Середняка Притирочку За штангой Проходит Быстрый розыгрыш Космос Синьор И Вадим Долина Против него Павлов Пытается Полно просить Нет Троих Аж тянул на себя Вадим А мяч Тем не менее Остался Космос А вот теперь Потеря Крылов Играет на середняка Середняк Будет слива бить Удар Лесенков Спасает Павлов 20 секунд До конца Крылов Не сумел Протаранить Защиту Космос Синьоров И Вадим Долин Устремляет Шипанова Вперед Пас На Ивахненко Нет Снова Пас На комментаторскую Позицию И 10 секунд До конца Первого тайма Этого матча 30 Середняк Вперед Бьет Голой И Как мне Показалось Уже ворота Вылесит Вот там Лицом По-моему Максим Житков Флек под этот мяч Середняк Удар И Снова Не получилось Еще один угловой Будет 5 секунд До конца Назаров Удар И нет Все еще Снова Удар Гол Есть Гол Евгений Афонин Забивает За 1,2 Секунды До конца Этого матча Сравнивая Еще Давайте посмотрим Повтор Этого Интереснейшего Конца Розыгрыш Удар Убивает Снова Удар И Добил Добил За 1,2 Секунды До конца То есть За 1 секунду До конца Встречи И такое бывает Ребята Господа Дамы Это был Интереснейший Прекрасный День Сегодня Очень Достаточно Интересный Еще Два Матча Впереди С вами Встречник Двух Матчей Будет Присутствовать Роланд Мерет А с вами Был Никита Лас Любите Футзал Смотрите Футзал До До скорых встреч Субтитры Субтитры